Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Горстка выживших Теперь живет в небольших анклавах Единственное средство связи Между этими отдаленными поселениями Те, кто достаточно отважен Или отчаян Чтобы путешествовать в одиночку По опасным пустошам Их называют пилигримами Где-то на карте Один город все еще жив Город, изолированный от внешнего мира Город с особыми правилами Теперь Это последний бастион человечества Шанс для нас, чтобы выучить историю И на этот раз Сделать верный выбор Потому что каждый выбор, сделанный здесь Меняет будущее Навсегда Добро пожаловать на Снорин Кэт Плей И мы начинаем У меня уже был опыт Я уже играл Правда я ничего не выпускал Потому что тогда Записывал на компьютере На котором 1050 Ti И я играл в 25 кадров Сейчас у меня в руках Ноутбук Который дает мне возможность Делать летсплеи В 2К По-моему это восхитительно Но я все равно срендерю в 4К Давайте начнем На высоком уровне сложности Игру я предзаказывал Еще тогда Когда она не вышла И я ее даже играл Я даже далеко прошел Но решил, что буду Да, проходить ее до финальных титров Когда будет возможность Записывать Чтобы я вместе со всеми Искренне удивлялся и поражался Я не знаю, чем закончится игра Я знаю только канву И до какого-то момента Буду говорить Как Ванга предсказывает Дальнейшие события Высокий уровень сложности Поехали Хоть трансляцию запустишь ты Блин, я же тебе предлагал Так я тогда не хотел А теперь хочу Хорошо, сейчас Подожди И не вырезай это потом Хорошо Так и сделаю Субтитры Хорошо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ га-ха! Еще можешь? Раньше было веселее... Раньше ты был положе! И глупее! Ну ты все такой же быстрый. Медленный пилигрим. Я сейчас мертвый, я знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Путь пилигрима. На самом деле, очень классное вступление с экшена вот этого всякого разного. Он еще бежит, нас сразу знакомят с новыми мутантами. И это потрясающе. Еще виды такие просто сказочные. Блять, естественно. Короче, ну да, точно. Я же не вижу, куда надо прыгнуть. Надо вот сюда попробовать. А я запрыгну, знаешь ли. Вот так вот, понятно? И здесь я запрыгну. Короче, во-первых, я его когда предзаказал, я очень... Ну еще бы, я недавно играл и проходил. Смотри, какое хорошее качество. Почти Full HD у этой ветки. Конечно, не Red Dead Redemption второй. FDR и чему угодно-то. Да-да-да-да-да. Можно в пример. Даже Cyberpunk не настолько хорош, как... Там красивые текстуры, но все остальное... Вот, вот, смотри, я нашел плохую текстуру, сквозь которую, видишь, ветка пролезает. Да, дорогие друзья, у нас будет самый подробный... Проходительный этап... Не знаю, как это лучше. Я купил видеокарту, теперь буду смотреть на все. Да, да, именно так. Я буду пялиться. Вот, у нас спайка, который стоит, раскачивается из стороны в сторону. И, когда я купил и скачал, и она же еще предзагрузилась, короче, нужно было просто докачать в день релиза. У меня футажи валяются. Я хотел там одно видео сделать, но в итоге я подумал, нахуй, с таким ужасным качеством не буду его делать. И ночь, не мог спать. И утром, наверное, часов в 7 утра я сел. Или в 6 она вышла. И я, короче, играл. Я даже не обращал внимания на то, что игра работала там 30 кадров, может быть, иногда ниже падала. Я просто кайфовал ей же. И только потом, когда через день-два меня более-менее отпустило, я такой... Ааа, ужас. И иногда ты сидишь, играешь, просто больно. И такой, придется не играть. Не могу. Ты, короче, смотри. Вот эти ближайшие деревья, как вот они классно качаются. Прям аккуратненько, так красиво, со звуком. Как в Ведьмаке. И вот посмотри на вот это вот вдаль. Ну, это... Супер лоты, так называемые. Что это значит? Расскажи нашим подписчикам, что это значит. Короче, когда рисуют модель, 3D-модель. У нее делают несколько уровней детализации. И чем дальше ты от этой модели, ну, тем менее детализированная включает. Ага, да. Просто джепеги в высоком разрешении, не 408 на 10 на 320. Водопад вон тот, смотри. Чисто для атмосферы. У-у. Ну, на самом деле, поехали дальше. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Невероятно. Что именно? Большинство пилигримов не протянет в дороге 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь. Ты че знаешь, что меня напрягает в последнее время в играх? Ага. Ну это охуя. Тоже, что, да, самая лучшая проработка, проработку делаю только для старта и локации. Угу. Ну и берень. Штук 5 ветхих хижин, да такой же забор. Типа в трейлере показали, папу купили, все, можно и хуй забить. Смотри, здесь улей полный меда. Мы же не упустим такую возможность, да? А, не в жизни. Ну, смотри. Если повезет, сможем найти ромашку. Ну, к слову сказать, Death Stranding я не играл, хоть и купил. Я думаю, где-нибудь зимой. Вряд ли зимой, скорее всего, в январе я буду его проходить. Январь не зима. Ну, тоже верно. Ну, просто у меня как бы, знаешь, как будто бы только декабрь у меня зима. Ну вот, посмотри, вот это же отвратительно, почему она в воздухе висит. Что это такое? Улей. Это понятно. Смотри, я пролезаю под ним. Ну, что это такое? Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка – это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. А если не повезет, что случится? Почему все это так сильно похоже на Ubisoft? С каких пор Ubisoft считается чем-то прекрасным для слизывания их наработок? Шустрей, почти пришли. А, точно, тут же зажимать надо. Еще и сквозь текстуру проваливается. Ужасная игра. Зачем я ее играю вообще? Опа. Еще и анимация не сразу сработала. Музыка запустилась попозже. Уютное гнездышко. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Хватай, все полезно. Ага. Вечеринка? Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. Я надеюсь, в следующем году ВГМ не утратит контроль над вирусом. В лучшем случае над ядерным оружием. Блин, вот это больше всего сейчас печалит. Статья из газеты. Так что мы будем либо в полаусе, либо в сталке. Ммм, базаришь. А, Дайн Лайт уже отошел на второй план. Здесь ничего. Готовы к скримеру, дети? Какого? Ну давай, раскуяр, здесь все. Да, крыса. Знаешь, пора прощаться. А че? Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку. Начинаешь о ком-то беспокоиться. Пора валить. Каким на вкус было вино раньше? Красным. И это называли искусством? Да, он, может быть, по скидке просто купил в каком-нибудь магазине. Такой, о, повешу картину сюда. Такой. Ах, нет. Такой. Продолжение следует... 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 А так раз и все... Хоп и нормально... Пусть вот остальные этой ерундой занимаются... В кино, в играх, в книгах это конечно все очень весело... Она была классной... Почему она была классной? С чего ты это взял? Зато они были вместе... Я не знаю, может быть надо о чем-то более приятном поговорить что ли... Например, со спайком... Треть земного шара подохнет сразу... Остальные в течение пяти лет от голода... С телом прошлого владельца... Надеюсь, тебе от нее будет больше в руку... Держи... Выдохлась... Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай... Кто знал, что конец мира может быть тихим? Пока не наступит ночь... Верно... Жаль, Краин этого не видит... Кто? Неважно... Отсылка... Я выследил того парня... А че, кого? Что? Да, давай играть в тупого... Что? Какого? Кончай уже... Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уемка, вальца... Я нашел, кто с ним знаком... Да, не было такого... Поиграть в тюрьму... Да, да, да... И только сейчас говоришь... Ха, мы пьем пиво... Думал, дойдет, что мы отмечаем... Парнишка из Велидора... Видимо, он что-то знает о вальце... Велидор? Значит, я близко... О, у меня есть просьба... Не отнесешь это в Гарри... Тебе по пути... Там не любят пилигримов... Но платят хорошо... А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся... Все пытаются выжить любой ценой... Возможно... Ну, как надо, что ты дай... Ну, как надо, что ты дай... Я говорил с ним по рации... Имени он мне не назвал... Похоже, ему есть что скрывать... Видишь, антенну на горе... Она поможет с ним связаться... Он будет ждать на рассвете... Частота 140 и 200 мегагерц... Свяжись с ним... Что он хочет взамен? Не сказал... Не сказал... Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает задаром... Не думаю, что такие люди есть... Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке... Эй-эй... Она не чокнутая... Джейм... Просто... Эм... Сорви голова и... И часто из-за этого попадает в беду... Но ты бы видел ее огромные... Ого! Еще слишком рано для подобных разговоров... Глаза... Я хотел сказать глаза... Ага... Прекрасные... Цвета стали... Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами... Потому что ты ни хера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах... Наверное, ты прав... Уверяю... Однажды я найду Джейм... Мы построим дом... И будем в нем жить... И я перестану скитаться по свету, как придурок... Выпью за это... Ну ладно... Мне пора... И когда я тебя увижу? Еще через два года... Кто знает... Береги себя, брат... Надеюсь, найдешь этого вальца... Или как там его... И не забудь... 140 и 200 мегагерц... На рассвете... Тебя ждут... Грязная бита... Вообще, да... На самом деле... Пилигримы... Они же... У них должно быть... Что-то вроде... Не знаю... Их должны хотя бы почитать... Угу... Типа... Прикинь... Тип... Который... Несмотря ни на что... Может найти... Все... Почти что... Привезти... Тебе... А если ты с ним в хороших отношениях... Он... Он тебе может быть еще и скидку сделает... А так... Ты приходишь в город и все такие... Ооо... Пилигрим... Нифига себе... Чувак... Привет... А тут тоже... Пилигрим... Ооо... Фууу... Магден, ты что... Кашу не ел? Не мог нормально оттолкнуть? Наоборот... Чувак... Бегает... Смотрит весь мир... Знает... Что происходит... Дааа... Тебя может... Как минимум его должны уважать... Да... Сто процентов... Он стопудово сможет что-то классное рассказать... Научить... Подготовить... Например... Ты можешь заплатить ему там... Какую-нибудь бешеную кучу денег... И он там... Условно у тебя ребенок... Да... Появился... И ты можешь пригласить какого-нибудь пилигрима... Чтобы он... Лично обучил твоего ребенка там... Ну как вариант... Ну то есть... Можно было как-то... Еще... Ну... Развить эту тему... А не просто потому что вот... Плохо относятся... Би-би-би... Нас никто не понимает... Да... Просто не такой как все... Точно... Ну... Короче... Клише на клише... И клише погоняет... Кусаки... Я когда играл первый раз... На компе... У меня здесь короче... С зомбаками... Какие-то сразу баги случились... Не помню точно какие... Но это было очень смешно... У меня до сих пор раздражает название в этой игре... Название? Да... А че тебе не устраивает название «Грязная бита»? Меня не устраивает название... Кусаки... Ну как это по-детски... Пацаны... Вы там уже сколько лет... Живете с этой хернёй... А как они должны называться... Грязные мясные ублюдки? Пидор! Допустим прыгу... На ход никуда не шло... Кусаки... Да... Я вот еще не могу понять... Как они умудрились похерить драки... В первой части такие классные драки... Такая классная там... Надо было просто докрутить... Так это ж корень проблема в этой игры... Нам поэтому всем не понравилось... И драки скучные... Тут стало гораздо больше всякого паркура... Пазару нет... Кошку в какую-то херню превратили непонятную... Либо у меня что-то не так... С игрой было... Потому что... Очень плохая кадровая чистота у меня была... И это как-то сказывалось... Наверно как-то сказывалось... Вот сейчас дальше будем... Смотреть записываться... Все способности заново открывать... Смотреть их... Кошка в первой части была имбой... Это... Ну... Это по крайней мере было весело... Да... Да... Я не понимаю... Почему надо было... Так упарываться в реализм... Нафига... Надо было наоборот... Градус абсурда какой-то... Либо... Либо если вы хотели в реализм... Не поднимать его выше... Оставить вот... На вот этом вот... Уровне... Угу... И было бы достаточно... Я знаю что кошку они добавили в последний момент... Уже потом... Когда игра была почти готова... Вообще последнее время с играми... Часто такая херня случается... Что что-то не так... Что-то плохо... Угу... Казалось бы... Столько возможностей... Может там мы зажрались... Ммм... Да не... Да не говно... Нет... Дело не в том... Что... Мы сожрались... А дело в том... Что... Блин... GTA сделали... Сколько лет она продается... И доится... На RDR сделали... И он перестал продаваться... Но онлайн они забили... Да... К сожалению... Но я успел немного насладиться онлайном... Прежде чем он умер... Чем это можно... Нечего делать... Ну... Ну в смысле видишь... Онлайн GTA... Он все-таки такой... Да... Более... Более... Масштабный... Массовый... Там... Весело... РТР... Это... Немного для других... Видимо... Людей... Я думаю... В доли поберег... Все эти активности... Короче... Пощупать... Посмотреть... Там же... Очень много их дают... В какой-то момент... Я не готов... Заниматься этой херней... Ну ладно... Я... Я просто... Очень... Люблю этот сеттинг... Именно в кино... А тут еще и такая игра была... Поэтому мне было не впадло... Мне было весело по крайней мере... Но я думаю... Это намного лучше... Чем я буду играть в Genshin Impact... Ну... По факту... Genshin Impact... Это... Точно такая же херня... Гринделка... Только под другим соусом... Так... Там сейчас наверное будет... Чуть дальше этот же будет... Ублюдок этот... Мерзкий... Прыгающий ублюдок... Надо... Аптечек сделать... Ну он прям... Вообще... Чертила... Я помню... Первый раз с ним играл... Я по-моему... Кстати... Первый раз тоже на сложном уровне проходил... Ну... Ну прям... Вообще... Прям... Вообще... Вот это вот... С крафтом тоже какая-то фигня... Оружие быстрее ломается... Нет такого... Что у тебя там... Пять этапов... Ремонта... Да... Ремонт оружия... Только за счет крафта... Ну что если я хочу сразу супер ультра мега убийственное оружие делать... А не накидывать по одному уровню каждый раз... Нет... Вот ты играй как тебе сказали... Ни больше ни меньше... А на веревке выносливость не тратится, да? Ну это же проще чем... Висеть... На лестнице... Я дополню до туда... Как думаешь... Вы покидаете район задания... И чё, и чё, и чё будет... А прикинь я просто сдохну... На этом мы закончим первый эпизод... Подписывайтесь... Ставьте лайки... Увидимся... На Сноринг Кэт Плей... Да? Ага... На Сноринг Кэт Плей... На Сноринг Кэт Плей...